Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, прошли не только в Люберцах, но и по всему округу. Помимо свечи памяти, панихит и митингов, в поселке Малаховка провели всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть памяти». В ночь с 21 на 22 июня в городском округе Люберцы прошла всероссийская акция «Свеча памяти», посвященная памятной дате со дня начала Великой Отечественной войны. Шествие прошло от памятника часовни в центре города до мемориального комплекса «Вечный огонь». В эту ночь город озарил более четырех с половиной тысяч огоньков. Траурным митингом День памяти и скорби продолжился у часовни всех святых на следующее утро. Почтить память жертв Второй мировой собрались ветераны, представители общественных и молодежных организаций, администрации округа, депутатский корпус и жители Люберец. Здесь вот люди, которые именно на себе ощутили все эти тяготы, невзгоды, всю ту горечь, все эти утраты. Дорогие наши ветераны, конечно же, вам огромное спасибо за прожитую жизнь, потому что кто-то из вас в годы войны отстоял независимость. Ну а дети войны, после войны отстраивали народное хозяйство, создавали нашу большую великую державу. Минуты молчания и поминальное литье все присутствующие почтили память жертв Великой Отечественной войны. После этого участники митинга возложили цветы к алтарю часовни. О всех тяготах войны не понаслышке знает подполковник в отставке Георгий Новиков. На фронт он попал прямиком из Тбилисского летного училища. Тогда молодому человеку было чуть больше 20 лет. Война была сложная, война была тяжелая, и нельзя этого забывать. И мы впредь должны этот день приходить и отдавать свои почести тем, кто не пришел с войны. На Малаховском кладбище провели всероссийскую военно-патриотическую акцию «Горсть памяти». Участники акции совершили ритуал забора земли с военных захоронений советских солдат и почтили память героев возложением цветов к обелиску. Здесь происходит забор земли с братских могил, которые будут упакованы в отдельные кесеты и направлены в парк «Патриот», там, где возводится главный храм вооруженной силы Российской Федерации. Далее все кесеты будут заложены в латуневые гильзы. Доставка и размещение гильз с землей будет завершена к 75-летию Великой Победы. В музее будут и другие экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова